Продолжение следует... На самом деле думает о Соединенных Штатах. Он думает, что мы находимся в упадке и высмеивает нашу экономику и нашу администрацию. И это настоящий показатель того, как в сущности он к нам относится. Кроме того, это говорит о том, что политика перезагрузки президента Обамы провалилась. Потому что Путина совершенно не впечатляют многочисленные уступки, на которые президент Обама пошел в его отношения. От России мы в ответ ничего не добились. Даже уважения. У нас есть долг перед Россией, и за это он на нас насел. И это вызывает беспокойство. Любопытно, что наша финансовая ситуация превратилась для нас также и в проблему на международной дипломатической арене. Возможно, но это в разной мере их проблема. Что у них есть благодаря высоким ценам на нефть? Так это быстро наращиваемые военные мощности. Они снова производят и модернизируют свои баллистические ракеты и ядерное оружие. В то время, как в США, при Обаме, все наши стратегические вооружения сокращаются. И так он назвал нас паразитами. Так что с нашей стороны будет уместно показать зрителям его фотографию без рубашки на лошади. Если он может с нами так себя вести, то мы, конечно же, можем повеселиться и подразнить его посмеяться над ним, катающимся на лошади без рубашек. Так, с этим разобрались. Поговорим о перезагрузке. Что нам нужно от России? Как так вышло, что Россия в последнее время исчезла с наших радаров? Что нужно нам от них и им от нас? Ну, они нынешние действия России. Это всемирный источник неприятностей. Несколько лет назад Владимир Путин, тогда еще президент, сказал, что самой большой геополитической катастрофой 20 века был распад Советского Союза. Большинство из нас назовут это отличным завершением 20 века, но это свидетельствует о том, что Путин хочет вновь расширить российскую гегемонию на постсоветском пространстве. Он активно над этим работает. Оказывает давление на восточную и центральную Европу, используя нефть и газ как оружие. Активно препятствует Америке, которая пытается принести мир и безопасность на Ближний Восток. Россия обеспечивает воздушную политподдержку для программы Ирана и Северной Кореи по созданию ядерного оружия. А сейчас президент Обама предложил России посредничать на переговорах между НАТО и Каддафи в Боливии. Я считаю, что все эти действия Россия показывает, что она не стремится с нами сотрудничать. Русские примут все уступки действующей администрации, но в ответ мы ничего от них не получим. Большое спасибо, господин посол.